Здравствуйте, товарищи! Сейчас Артём, как раз, сделает круг по счёту и придёт, наверное, к себе за столик. Он на курсе дела, а я вам скажу, что много знакомых с ним. Я вот сейчас попытался подсчитать, получилось 28 лет. Познакомились мы с ним на первом фестивале Ленинградского рок-клуба. Я тогда жил на одном городе Ленинграде. Он был член жюри. Жюрил нас, музыкантов, а я был юным музыкантом. И впервые тогда выступил на этом фестивале с только что созданной группой «Пилигрим». Было это в 83-м году. Получается, ровно 28 лет назад. С тем пор мы в ВКонтакте. И хотя я не всегда согласен с его мнением как музыкального критика, но это нормальное профессиональное свойство нашей жизни. Поэтому все наши расхождения не имеют никакого значения, когда вот такой на него наезд происходит. Для меня, как для жителей Америки, это, конечно, какое-то просто дичье безумие. А как для человека, который родился и юность провел свою в Россию, в Советском Союзе, тогда еще мне, мне больно, мои души, так сказать, моему сердцу за то, что происходит на моей родине. Поэтому я надеюсь, что мы поможем Артему, чтобы он все преодолел и с честью вышел из этого испытания. Правда же? А сейчас я хочу поговорить, особенно без состава один. Во-первых, я хочу прочесть короткий стишок, который как раз посвящен вот тем 80-м, тем даром, и уже теперь почти легендарным годам. Называется «Паллада». Есть песня, которую, конечно, я сейчас просто прочту. И там два коротких эпиграфа. Первый – это «Была та смутная пора» Пушкин, и второй эпиграф «Что пройдет, не воротится, прошлое забудь». Теорийская народная песня. «Была та смутная пора»